Не время расслабляться. Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности снять ограничений, наложенных на значительную часть населения земного шара. По мнению ВОЗ, сейчас как никогда важно обучать и готовить медицинский персонал, продолжать карантин и самоизоляцию, а также искать новые способы обнаружения лечения инфекции и делиться своими открытиями в масштабах всего мирового сообщества. В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань начинается вспышка нового инфекционного заболевания. Медики называют его пневмонией неизвестного происхождения. Через месяц Ухань закрывается на жесткий карантин, а Всемирная организация здравоохранения признает вспышку чрезвычайной ситуации. 11 февраля 2020 года заболевание получает название COVID-19. Субтитры создавал DimaTorzok Стремительное шествие по всему миру коронавирус начинает в конце января. Через месяц, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявляет COVID-19 пандемией. К этому сроку вирус был обнаружен в 114 странах мира. Общее количество заболевших составило 118 тысяч человек. По количеству зараженных лидировал Китай – 81 тысяча граждан. «Распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуто большинство стран и все континенты. Правительства стран должны принять срочные и агрессивные меры». По официальным данным, 9 апреля этого года во всем мире коронавирусом болеют 1 524 823 человека. Излечились от заболевания 319 278 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 87 870 человек. Центром пандемии являются страны Европы. Наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в Италии – 17 669 человек. На втором месте по этому показателю Испания скончались 14 673 человека. За ней следуют Соединенные Штаты Америки. Умерли 14 508 пациентов. Далее следует Франция – 10 869 человек. На пятом месте в Великобритании от болезни скончались 7 097 человек. Следом Иран – 3 993 человека. В Китае скончались 3 333 человека. В Нидерландах – 2248 человек. В Бельгии – 2240 человек. Замыкает десятку стран Германия. Скончались 2 196 пациентов. Сегодня самое большое число зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах Америки – 435 тысяч человек. За прошедшие сутки от болезни скончались 1973 человека. И это самый высокий суточный показатель смертности от COVID-19 в мире. По информации Евроньюз, мест в больницах не хватает. Больных размещают в полевых госпиталях. Мы еще до сих пор не осознали, какую опасность представляет нынешняя эпидемия. Если сейчас вспомнить, что происходило после сентябрьских терактов почти 20 лет назад, то, как мне кажется, по степени влияния на всех нас – это едва ли не худшая ситуация. На втором месте по количеству заболевших Испания – 148 тысяч человек. С учетом сегодняшних данных от эпидемии COVID-19, здесь скончались более 15 тысяч человек. 52 тысячи пациентов выздоровели. Начиная со 2 апреля, пик заболевания в Испании наконец пошел на спад. В тройке лидеров стран по числу инфицированных и Италия. Здесь коронавирусом болеют 139 тысяч человек. Скончались 17 тысяч 669 человек. Выздоровели 26,5 тысяч пациентов. До 31 июля страна будет жить в режиме чрезвычайной ситуации. В городах имеется дефицит средств защиты от вируса, масок и перчаток. По оценке Евросоюза, сейчас система здравоохранения стран ЕС на пределе сил. Сейчас мы ведем общую войну против COVID-19. Передо мной стоит цель спасти жизни. Остановить распространение вируса совместными усилиями со странами-членами ЕС, для того, чтобы люди смогли вернуться к нормальной жизни. В Германии на сегодняшний день 113 тысяч заболевших, а во Франции на 346 человек меньше. Из стран Европы самой первой защитные меры против коронавируса приняла Турция. На 9 апреля в стране коронавирусом заболели 38 226 человек. Скончались 812 пациентов. Граждане находятся на домашнем карантине. Все общественные места закрыты. Движение между городами ограничено. Междугородняя связь остановлена. И это правильно. Но это нужно было сделать еще неделю назад. Как граждане мы стараемся соблюдать все принятые ограничения. Только один член нашей семьи ходит в магазин. Россия по количеству заболевших коронавирусом находится на 18 месте в мире. Количество зараженных 10 131 человек. Умерли 76 пациентов. Власти выделили более 33 миллиардов рублей на развертывание коек для больных COVID-19. Из-за распространения вируса весь апрель в России будет нерабочим. Режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. В Китае, откуда и началось заболевание, на сегодняшний день коронавирусом болеют 81 865 человек. В целом Китай находится на шестом месте по числу инфицированных. 7 апреля в стране впервые с начала эпидемии от коронавируса никто не умер. А вчера Ухань отпраздновал ярким световым шоу окончания карантина в городе. Несмотря на сравнительно позитивные новости из ряда стран, Всемирная организация здравоохранения предупреждает. Не время расслабляться. Коронавирус, может быть, и отступает из некоторых стран, но он еще не побежден, подчеркивают ВОЗ и призывают не снимать наложенные карантинные ограничения. Сейчас не время для ослабления жестких мер. Сейчас время для того, чтобы удвоить, утроить совместные усилия по подавлению коронавируса при поддержке всего общества. Мировая статистика показывает, что 9% всех заразившихся коронавирусом – это врачи. Например, в Италии коронавирусом заболели 12,5 тысяч медицинских работников. В Германии 644 случая. В соседнем Казахстане COVID-19 заразили 120 медицинских работников. В нашей стране коронавирусом болеют 34 медика. По мнению специалистов, высокий риск заражения, несмотря на защитные костюмы и маски, объясняется концентрацией вируса вокруг них.